всем привет меня зовут александр и последние два года я занимаюсь технологиями синтеза и обработки речи сегодня я вам расскажу о фреймворке для синтеза речи которые сейчас делал на базе каталист который призван к тому чтобы синтез речи стал доступнее и более качественным давайте прежде чем переходить собственно говоря саму фреймворку я немножко расскажу контекст что такое представляет себя синтез речи и как он работал и работает сейчас раньше если вам необходимо было синтезировать какой-либо аудио из текста вы работали примерно последующим алгоритмом нам на вход приходит какой-то текст который сначала транскрибируется или же фономизуется мы приводим его к нет некоторой форме которая нам говорит о том как от текст произносится то есть вы могли видеть до транскрипции слов например в словарях то есть здесь мы видим графе мы то есть графе мы это представление текста то как мы его пишем а фонемы это уже как мы его произносим дальше уже имея вот такую фонетическую запись нашего текста мы идем некоторую базу данных где уже записано произношение каждой из фонем сочетание фонем и с помощью некоторого алгоритма мы выбирали подходящие нам фонемы дальше мы их просто соединяли получали конечную в форму стоит говорится что вы форма это просто наш сигнал наше итоговое аудио которое мы в итоге услышал казалось бы все работает хорошо зачем нам делать что-то еще но если вы вспомните google приводчик 2013 года либо же сирий тех же лет вы поймете что качество тогда было достаточно на низком уровне то есть она не была похожа на человек она была достаточно роботизирована а наша задача сделать так чтобы синтез речи был максимально похож на человека и человек не смог бы отличить его от робота человека собственно говоря нужно двигаться дальше и сейчас есть у нас есть эра диплёрнга когда мы вроде как можем взять некоторые black box в виде нейронной сети на вход подать текст решил докер обновиться на вход подать текст на выходе попросить некоторые аудио и соответственно все задача решена но на самом деле это не совсем так это не работает почему если вы вспомните как у нас хранится вообще принципе аудиосигнал мы вспомним такие характеристики как сэмпл рейд что такое сэмпл рейд это количество записей в секунду которая делает условно микрофона либо любое другое записывающее устройство которое считывает краски информацию из нашего окружающего мира то есть нашем окружающем мире конечно волна то есть волна аудио который мы записываем имеет бесконечную дискортизацию мы можем ее приближать 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 но в реальной жизни она имеет какое-то конечное значение то есть например у нас сэмпл рейд может быть 16 килогерц что за 16 килогерц а значит что 16000 раз в секунду мы записываем значение микрофона то есть у нас есть такая волна которая записана 16000 раз в секунду и если у нас есть какое-то аудио например длиной в 10 секунд чисто дискретизации 16 килогерц это значит у нас итоговая волна то есть количество записей которые мы сделали за все время составляют 160 тысяч 16 тысяч на 10 соответственно 160 тысяч это такое достаточно длинный 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 вектор конечного аудио который нам необходимо сгенерировать при этом 10 секунд это текст порядка 100 символов 120 символов то есть обычный твит соответственно нам необходима такая модель который может из размерности в 120 символов перегнать наш вот этот текст в аудио размерности 16 60 60 тысяч записей то есть 160 тысяч различных значений и это несколько сложно поскольку здесь мы имеем такое достаточно продолжительные зависимости которые достаточно сложным образом коррелируют между собой как мы можем это исправить подход здесь достаточно интересный есть такая штука которая называется преобразование фурье и по сути это такой можно сказать фичи истрактор то есть штука которая извлекает фичи из сырого аудио то есть изначально у нас был такой длинный длинный вектор в котором содержалась информация о записях микрофона но при этом у нас не было больше ничего а мы из этого хотим получить какие-то интересные фичи а преобразование фурье делает следующую операцию давайте мы наше аудио разложим на сумму некоторых волн то есть у нас есть одна волна очень очень сложные структуры давайте мы возьмем кучу кучу разных волн то есть возьмем короткие волны длинные волны обычно это просто синусоидальные волны и подберем для них коэффициенты так чтобы вместе они давали нам конечно вам волну которую мы слышим преобразование фурье по сути записывает эти коэффициенты то есть то как сильно данная частота у нас проявляется данный момент времени то есть например у нас есть запись она полутора секундах частоты 050 5 килогерц значит у нас синусоида частотой 0 5 килогерц имеет наибольшую амплитуду то есть ее коэффициент в данном случае наибольший значит она здесь наиболее выражена и как вы можете заметить здесь у нас вырисовывается уже какая-то такая структурная картинка здесь мы уже можем что-то посмотреть здесь нам представлено преобразование фурье спектрограмм то есть мы видим спектрограмму нашей записи в мелскейле мелскейл это просто особенный формат записи спектрограмм который позволяет нам убрать личную информацию которая нам не нужна здесь мы можем заметить какие-то гармоники то есть когда у нас частота когда мы видим какие-то повышения амплитуды на каком-то промежутке на разных промежутках в частотах и соответственно здесь мы уже имеем какую-то информацию о частотах характеристиках которые при этом занимают гораздо меньше места то есть у нас здесь уже не так много записей и мы с этим же можем работать соответственно дальше наша работа выглядит примерно следующим образом у нас есть некоторая такая сеть мел генератор который на вход приходит текст то есть она берет на вход некоторые эмбэддинги символов скажем так и генерирует последовательный вектор за вектором вектор за вектором вот эту спектрограмму то есть по сути это получается своего рода машинный перевод то есть если вы вспомните работа машинный перевод нам на вход приходит текст и дальше некоторая сектор всех модель, которая принимает последовательность, выдаёт последовательность, генерирует новые токены. Здесь работа примерно следующим образом. Только мы генерируем не конкретные токены, а вектора. Вектор, вектор, вектор. И в итоге, соединяя их вместе, мы получаем мелкую программу. Всё классно и здорово. После того, как мы генерируем нашу мелкую программу, мы должны из нее получить обратно нашу бейформу, то есть наше аудио, которое мы будем слушать. Для этого используется алгоритм вакодера. Вакодер это как раз тот алгоритм, который позволяет нам получить наше аудио из какого-то сжатого пространства. То есть из того, во что мы его перегнали, разжать его обратно. Вакодеров есть огромное количество. Есть алгоритмические вакодеры, есть нейронные вакодеры. Алгоритмические вакодеры, такие как Griffin Lim, в принципе работают, но на самом деле они имеют достаточно спорное качество, потому что после них голос получается металлизированный, потому что при конвертации в мел, то есть при конвертации в спектрограмму, мы теряем часть информации. И вакодер пытается как-то предугадать эту часть информации, которую нужно восстановить, чтобы сделать конечную вейформу. Алгоритмические подходы здесь, как можно догадаться, работают так себе, поэтому зачастую используют какие-то нерастивые подходы. То есть здесь примерно логика та же. Мы на вход получаем некоторую вейформу, а дальше значение за значением генерируем нашу вейформу из мела, ну, либо жестокора. Собственно говоря, давайте немножко погрузимся вот как раз-таки в эту часть, в мел-генератор. Вакодер нам на данном этапе не особо интересен, о них вы можете послушать в других лекциях. Давайте посмотрим на примере Текатрона, что он себя представляет. Представляет он себя обычный сект у всех модель. То есть на вход нам приходит некоторый текст, который перегоняется в эмбэддинге. Над этим эмбэддингом стоит несколько сверточных слоев, поверх которых у нас есть бидирекционалл стейн, который гоняется в одну и в другую сторону. Таким образом мы получаем такое некоторое внутреннее представление нашего текста, такое hidden state. Дальше у нас есть часть с декодером, то есть декодер, который у нас шаг за шагом генерирует нашу мем-спектрограмму. Что он делает? У него есть двухслойный LSTM слой, который на каждом шаге обращается к нашим скрытым состояниям и с помощью attention выдирает оттуда какой-то такой контекст вектор. Про attention вы могли слышать в тех же трансформерах, либо в других моделях. Здесь он весьма специфичный, local sensitive attention, но про него мы не будем удивляться. Дальше, после того, как мы получили какое-то состояние LSTM, это состояние LSTM прогоняется через линейный слой и в итоге выдается на некоторая такая грубая спектрограмма, то есть грубый бенд спектрограммы, то есть вот один векторочек. И так гоняется, получается, до конца, то есть до тех пор, пока не генерируем полную спектрограмму. И, собственно говоря, а как нам понять, что спектрограмма сгенерирована? Для этого есть у нас второй слой, linear projection, который у нас генерирует stop token. Stop token, по сути, нам говорит, нам нужно остановиться или не остановиться. То есть это такая бинарная классификация на базе какого-то hidden state от LSTM, которая нам говорит, что все, мы закончили, генерация окончена. После того, как мы сгенерировали полностью нашу спектрограмму, она прогоняется через PostNet. То есть PostNet у нас, по сути, берет на вход нашу сгенерированную спектрограмму, пытается ее каким-то образом сгладить, и сглаженные краски и значения добавляются к нашей спектрограмме. То есть мы ее немножко сглаживаем, чтобы она звучала получше. Ну и preNet это на самом деле просто штука, которая передает нам значения наши предыдущие сгенерированные. То есть примерно точно так же, как в language моделях мы преддаем предыдущие значения символов, которые мы сгенерировали, то есть предыдущие символы, которые выдала модель. Здесь мы передаем предыдущее значение мелспектрограммы. Ну и, собственно говоря, после мелспектрограммы, как вы можете заметить, стоит WaveNet. Это каравский вокодер. Здесь он может быть абсолютно любой, то есть это просто статья от Google, там они презентовали каравский всю систему целиком, но здесь может стоять абсолютно любой вокодер. Казалось бы, ну мы теперь примерно представляем, что такое Tecatron, мы примерно представляем, что такое вокодера, мы теперь хотим сделать классный синтез речи. Ну давайте пойдем на GitHub, найдем классное решение, просто их запустим. Ну в целом вы будете правы, то есть решений действительно много. Есть реализация Tecatron 2 от NVIDIA, есть целые фреймворки по запуску различных моделей, таких как Mozilla TTS и ESPNET. Есть готовые вокодеры, такие как Parallel Wave Gun, также какие-то более старые решения, такие как Deep Speech, ну или же решения уже готовых моделей, готовых к использованию на разных языках, например, Celera Models. Все это круто, все это действительно можно использовать, но с некоторыми оговорками. О оговорках далее. Во-первых, если вы решите обучать какое-то собственное решение, вы достаточно быстро столкнетесь с тем, что эксперименты зачастую невоспроизводимы. То есть если у вас был какой-то эксперимент поставлен, условно говоря, месяц назад, и вы хотите воспроизвести его результаты, потому что там чекпоинт потерялся, либо же вы хотите удостовериться, что там не было багов и много-много другое, вы поймете, что просто воспроизводя одно и то же решение, вы получаете по итогу разное качество. Это весьма странно, то есть когда у вас модель сходится за разное время. Неприятный факт. Зачастую, если вы хотите выйти за пределы того, что вам предоставляет фреймворк какой-то для обучения моделей, вы натыкаетесь на то, что имплементировать туда какую-то свою фичу, то есть, условно говоря, вы хотели вставить какой-то adversarial loss на всю эту историю, ну, это вызывает некоторые проблемы с имплементацией. Уже достаточно сложно вклиниться в этот построенный процесс, вот этот конвейер, который за вас сделали разработчики. Вакодеры генераторы зачастую находятся в разных репозиториях, это не всегда правда, но зачастую происходит так, что, условно говоря, вакодер – это у нас абсолютно отдельный репозиторий, а модель с там, тот же Tocatron – это у нас другой репозиторий. И в итоге у нас так получается, что они существуют абсолютно в разных пейплайнах, то есть для того, чтобы научить вакодера, нам нужно пройтись по одному пути, а чтобы обучить условный Tocatron, нам нужно пройти абсолютно Другой путь. Это несколько усложняет процесс разработки и обновления моделей. Зачастую, даже не зачастую, некоторые фреймворки, например, ESPNet, страдают тем, что зачастую там обучение идет по башскриптам. То есть это наследство Caldi, такой фреймворк для Asara и всего остального, который в основном опирается на Perl скрипты, башскрипты, которые абсолютно невозможно читать. То есть мы тут уже благословляем Python и всем пользуемся, потому что это безумно удобно. Баш, к сожалению, не такой. И пользоваться им не так удобно. Соответственно, башскрипты – это не то, что мне нравится, и то, чего стоит избавляться, по крайней мере, от большой писанины кодов. Баш только для запуска. Плохое качество из коробки. То есть качество на самом деле может быть достаточно хорошее на первый взгляд. То есть у того же Токатрона, у тех же Селера Модулс, но как только это выходит за границы того, что предлагают разработчики, то есть из тех экземплов, а когда у нас начинается плюс-минус что-то сложное, когда мы хотим прочитать там открывки новостей, когда мы хотим прочитать, к примеру, какие-то телефонные номера или еще что-нибудь, у нас начинается проблема. Проблема с тем, что качество оставляет желать лучшего, а имплементация, как уже говорилось, каких-то новых решений здесь доставляет некоторые проблемы. Есть некоторая сложность выгодки всех этих решений в прод, то есть они изначально собраны вот в эту коробочку, и из коробочки зачастую бывает что-то сложно вытащить. Большой пример – это NVIDIA NEMO. Там вытащить что-то в продакшн не по пути NVIDIA – это такой большой-большой вопрос того, как это сделать. Нужно немножко изощряться. Ну и, конечно же, сложность подготовки данных. То есть данные зачастую – это такой целый обряд, когда у вас есть ваш датасет, который вы собрали в вашем формате, и вам необходимо полностью проникнуться тем, как это делают разработчики, чтобы в конечном итоге модель соизволила принять ваши данные и обучиться. Это не то, что мы хотели бы иметь, а нам хотелось бы иметь классные, хорошие, воспроизводимые пайплайны, которые позволяют нам легко ставить эксперименты. Ну и какое же решение? Я решил написать свой фреймворк. Он находится пока в стадии разработки, то есть я постепенно что-то туда описываю по мере необходимости, по мере возможности. Соответственно, пока он не то чтобы прям готов и полностью выполняет все заявленные задачи, которые были описаны ранее, но уже какие-то сподвижки и направления в этом деле есть. То есть в ближайшее время, то есть в ближайшие месяца три, я думаю, что там достаточно много чего обновится, там появятся новые фичи, но, по слову, переходим к делу, давайте к демонстрации. Так, мы переместились в директорию с нашим проектом. Собственно говоря, так и выглядит весь фреймворк. Все действия происходят внутри директории с проектом. Из интересного, что здесь есть. Самое интересное находится у нас в папчике конфиг, где у нас есть конфиг нашего эксперимента. Вот это эксперимент с TACATRON. Здесь, по сути, у нас записана вся информация о том, как идет наш эксперимент, что в нем содержится. Здесь у нас содержится примерно следующая информация. То есть информация немножко об самом аудио, то есть о том, как мы извлекаем фичи из него, там, sample rate, количество фичей, которые мы извлекаем в милы и прочее, прочее, прочее. Также у нас информация есть об том, как мы припроцессим текст, то есть какие у нас есть в словаре фонемы и, соответственно, графемы. То есть какие у нас бывают, в принципе, графемы, чтобы убирать все лишние символы. Далее в этом файле у нас, по сути, идет информация о припроцессинге, то есть каким образом у нас построен pipeline припроцессинге. То есть у нас есть некоторые припроцессоры для текста, какие файлы приходят к нему на вход, и файл он дает на выход при процессор аудио соответственно тоже какие файлы на вход какие файлы на выход много-много другое дальше мы инициализируем собственно говоря сами эти при процессоры то есть говорим какие классы за них отвечают какие классы в питоне их реализуют все это сделано краски на базе каталиста то есть благодаря тому функционалу который он представляет виде registry и обработки самих конфигов так что если что-то непонятно говоря как там прокидываются те же объекты из конфига в сам фреймворк welcome в catarist examples то есть чтобы понять собственно говоря как работает на самом деле там все достаточно просто и исходный код читается даже начинающими разработчиками дальше после того как мы там описали весь наш процесс предобработки данных у нас идет процесс обучения собственно задаем всякие параметры для обучения то есть большие сайс количество воркеров на обработку на доставание фичей в датасете там дата лоудере дальше всякие ключики 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 описание самой модельки сколько у нее слоев и собственно сами аргумент тренировки то есть куда мы пишем наши логи всякие информация про дистрибьют обучение дистрибьют обучения раннеры и сами стейджа то есть стейдж это конкретно то что описывает наш сам эксперимент что запускается на эксперимент это краски уже не все это не кастомная история это все то что представляет католист после того как мы там разобрались этими конфигом то есть понятно что этот brief introduction абсолютно ничего нам не дал дал примерно понимание что здесь вообще происходит но мы хотим просто запустить наши наши эксперименты проверить что в принципе я вас не обманул и все действительно работает мы переходим в папочку downloads где хранятся наши изначальные данные то есть цель и данные еще никак не буду не предобработаны которые мы только что так собрали и готовы сделать наш атс здесь у нас есть файл с методатой где есть информация об названии аудио без расширения и транскрипция что у нас собственно говоря в этом аудио говорится вот у нас ведь она явно переживала не за нину бла-бла-бла-бла а в папочке с аудио нас лежат сами аудио вот эти аудио дорожки уже с расширением где у нас это что-то произносится окей соответственно мы все это дело имеем мы хотим все дело запустить чтобы это мы запустили чтобы все это дело запустить мы запускаем ран докера саж ран докера саж по сути один скрипт баша который запускает докер имидж собранный и внутри этого докер имиджа запускает скрипт train саж train саж это собственно говоря скрипт который сначала запускает припроцессинг с помощью питон скрипта припроцессинг которому на вход передается наш конфиг для эксперимента а далее запускает каталист каталист дел ран который запускает наш эксперимент вроде бы все понятно давайте попробуем во первых мы должны собрать наш докер контейнер в котором все это дело будет искать я предпочитаю все делать докер контейнера потому что таким образом мы полностью избавляемся от проблем с тем что у нас где-то не совпадает версионирование были те где то что собирается вид что не собирается в докер контейнере все собирается всегда и везде поэтому это прекрасный способ жить без проблем я люблю жить без проблем есть вы тоже соответственно докер контейнер у нас собранный обычно если у вас там ничто не приближено он собирается минут 40 но можно подождать но все зависит кстати вашего коннекшена к интернету если он хороший то может и быстрее соответственно мы берем пишем команду заветно саж ран . саж ран докера запускаем вот она запускается наш докер контейнер внутри которого начинается во первых у нас начался процесс экстракта фичей сначала он будет запускать поочередно все экстракторы которые мы здесь прописали то есть текст при процессор аудио при процессор но это комментировал значит он не запустится дальше у нас будет фичер в процессор и так далее вот у нас пошел при процессинг текста то есть у нас пошел прогресс бар наш текст обрабатывается соответственно дальше мы увидим при процессинг аудио и всего что нам нужно вернемся к вам через минуту итак мы продолжаем и что мы видим а мы видим что у нас закончился при процессинг текста то есть наш прошел прогресс бар весь дальше у нас начался при процессинг аудио при процессинг твич все это дело извлеклось все при процессинг закончен он сделан за нас автоматически и сразу же запустилась тренировка то есть у нас началось обучение пошла первая эпоха и соответственно все логи у нас пишется в папочку logs вот у нас папочка logs который мы указали здесь у нас там продублировался код конфиги которые мы запустили то есть чтобы у нас версии эксперимент вот все что мы сделали запаковалась какой-то конечный вид чтобы могли это есть чтобы воспроизвести а также у нас в папочку train пишутся все логи то есть вот у нас там за борт логи соответственно если мы перейдем там за борт мы здесь увидим как падает наш лосс и всякие другие метрики которые там постепенно логируются и там пока этого не видно но после обучения там какой-то эпохи в папочке в складке images мы увидим какие-то мел спектрограммы которые начал начал генерировать наш такатрон собственно говоря по демонстрации запуска это все теперь давайте немножко поговорим о том что с помощью этого можно сделать недавно около двух-трех месяцев назад я скачал все видео артемия лебедева которые у него были на youtube канале обучил на с помощью транскрипции и аудио дорожки то есть там у каждого у каждого видео было к этому транскрипция написанная ручками некоторыми редакторами и соответственно я взяв вот эти транскрипции аудио обучил токатрон и какой-то вокодер говорит голосом артемия лебедева вот собственно говоря этот пример вы сейчас увидите программист из петербурга александр мамаев обучил нейросеть говорить голосом артемия лебедева это абсолютно прекрасная новость которая показывает возможности современных технологий теперь мне не придется как долбоебу сидеть по часу напротив камеры а самые честные новости можно будет создавать всего одним нажатием по клавиатуре подписывайтесь на телеграм-канал александр чтобы быть в курсе от последних новостей в области нейронных сетей и так что уже реализовано на данный момент реализовано две модели их основных моделей которые в принципе есть в задачи синтеза речи это докатрон 2 и фаспич модельки были полностью имплементированы многие там проверены дебаги на и все такое соответственно стараемся чтобы все было классно воспроизводимо и главное читаем а то есть я постараюсь поддерживать читаемый код чтобы модель как было достаточно легко имплементировать какие-то свои штуки также готов некоторых пайплайн обработки данных то есть у нас есть нормализация текста то есть переход там например от 2 мая чиселки к 2 мая перевод графом фонемы то есть у нас транскрипция есть нормализация ауле удаления тишины извлечения строга собственно говоря основной процесс который есть и при добротке и force это лайнер force это лайнер нужно в первую очередь для сдачи с обучения фаспич то есть когда нам необходимо иметь конкретные значения длительности фонемы то есть там нужно иметь четкий алайнер соответственно что будет реализовано ближайшее время уже на подходе парилл бэйфган то есть я бы уже реализовал сейчас тестирую если он будет от тестированный принципе с ним все будет хорошо это все дело выкатиться и будет лежать в мастере также в ближайшее время будет готова пайплайн по изучению фичей интонации то есть фичей интонации нужны первую очередь для того чтобы нас речь не звучала монотонно как будто бы это читает робот а чтобы это звучало именно то как это читать человек а во вторых чтобы мы могли как-то играть с интонацией делать из утвердительных предложений вопросительные предложения так или иначе там где-то повышать пич или еще что-либо также чтобы не расставлять все интонации в любых текстах вручную хочется чтобы это делала модель и соответственно будет завезен берд который будет предсказывать значение каких-то интенсионных фичей которые нужно расставить ну и поскольку интонация это у нас не только там печи и другие фичи это еще и паузы соответственно паузы будут также предсказывать собертом но это что попозже ну и завершение всего как только у нас там будет готова вот этот ряд таких основноположных фичей которые которые решат большую часть проблем которые были до этого это подготовка всего этого всего этого фреймворка к тому чтобы модели были легко выкатывать в прод соответственно будет готов отдельный репозиторий в котором можно будет легко выкатывать эти модельки в готовом пайплайне для invidia 3 то и все будет классно и круто на этом все всем спасибо жду ваших вопросов спешил чате всем пока